МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пожар в Новороссийске. Два человека погибли, трое в больнице. Из-за чего произошла эта трагедия. Массовая авария в центре Краснодара. На Северной столкнулись сразу пять легковых автомобилей. Огненное ЧП на дороге. В центре Славянска-на-Кубани загорелся пассажирский автобус. Полицейские выясняют обстоятельства смертельного ДТП под Краснодаром. Оно произошло в четверг в начале пятого вечера. ГАЗ и МАЗДА лоб в лоб столкнулись на трассе Тимрюк-Краснодар-Кропоткин. По предварительным данным, нарушил правила водителя на марке, которому 41 год. Он выехал на встречную и спровоцировал аварию. Мужчина, управлявший отечественным авто от полученных травм, скончался по пути в больницу. Ему 58 лет. Предполагаемый виновник аварии госпитализирован. По факту аварии правоохранители проводят проверку. Еще одна крупная авария уже в центре Краснодара. Накануне в половине десятого вечера на перекрестке Северной и Аэродромной столкнулись сразу четыре автомобиля. Автоинспекторы считают, что этот хаос устроил водитель Киа. Мужчине 57 лет, он ехал по Северной и при повороте налево не уступил дорогу Ладе. От удара отечественная легковушка вылетела на встречную и врезалась в Лексус, а его отбросила на попутный Форд. Пострадавших двое, срочная госпитализация потребовалась 30-летнему водителю Лады и его 47-летнему пассажиру. Их увезли в больницу. Детали ДТП устанавливают эксперты. Как на ходу мог загореться рейсовый автобус? Ответ на этот вопрос также предстоит найти экспертом. Местом дорожного ЧП стал центр Славянска-на-Кубани. Пламя и черные клубы дыма на улице Юных Коммунаров сняли на видео свидетели происшествия. Сообщение о нем на пульт дежурного диспетчера службы 01 поступило в 15 часов 12 минут. Пожарный расчет выехал спустя минуту. Около половины четвертого огонь потушили. В момент возгорания в автобусе пассажиров не было, водитель остался цел и невредим. А вот автобус полностью выгорел. Назвать причину случившегося в краевом управлении МЧС пока не готовы. Окончательные выводы специалисты сделают после проверки. В целом по краю в сводку дорожно-транспортных происшествий за минувшие сутки попали 18 аварий. В них один человек погиб и 23 пострадали. За нарушение правил дорожного движения автоинспекторы выписали более 3000 штрафов. По факту гибели двух человек в пожаре в Новороссийске следователи Краевого следственного комитета начали проверку. Трагедия произошла накануне в общежитии на улице Черняховского около 10 вечера. Огонь вспыхнул в комнате на первом этаже. После звонка от очевидцев на место ЧП направили 33 спасателя и 14 единиц техники. Жильцов эвакуировали, двоих вывели из полыхающей комнаты. Внутри, после того, как потушили огонь, обнаружили тела 46-летнего хозяина и его гостья, которому 37. Позже выяснилось, что в момент возгорания четверо мужчин выпивали. Отсюда и одна из версий причин пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. Пострадавших трое, а не в больнице. Следователи устанавливают все подробности происшествия. Процессуальное решение примут после проверки. Кованые ворота, калитку и стройматериалы приставы забрали за долги у жителя Денской. Свидетелями демонтажа с помощью автокрана-манипулятора стали соседи-неплательщика. У четверых знакомых мужчина занял деньги, задолжал и государству. В общей сложности накопилась сумма в миллион рублей. Отдавать деньги не торопился. При этом жил с размахом, по принципу, ни в чем себе не отказывай. Дошло до описи и ареста имущества. В ближайшее время ворота и калитка будут выставлены на торги. За письмо с белым порошком житель Туапсе пойдет под суд. Наркотическое послание пришло на Кубань из Германии в июне. До адресата оно не дошло. Благодаря бдительности краснодарских таможенников эксперты установили, что внутри кокаин. Получателя задержали. Мужчина признался, что наркотики по почте заказывал впервые. Рассчитывает этим смягчить служителей Фемиды. Расследование завершено. Материалы дела уже в суде. Обвиняемому грозит от трех до семи лет лишения свободы. На десять лет может загреметь в места не столь отдаленные еще один кубанец. Тоже за наркотики. Марихуану 45-летний житель Курганинского района хранил у себя дома в мешках и коробках. В общей сложности полицейские нашли и изъяли 3,5 килограмма конопли. Еще пять кустов запрещенного растения стражи порядка выкопали в огороде. Мужчина уверяет, что выращивал для себя. Так ли это выяснится на судебном заседании? Следователи считают, что у них достаточно доказательств вины любителя дурман травы. Мощный смерч был замечен в Туапсе в нескольких километрах от берега. Огромную воздушную воронку люди наблюдали с разных точек города. Синоптики предупреждали об этом и даже обещали снегопады. Сбылись оба прогноза. В горах Сочи выпал снег и наступила настоящая зима. Спасатели настоятельно рекомендуют быть осторожными и не планировать поход в горы. Там лавина опасна. Сход пластов снега возможен до 5 ноября. Временно в Олимпийской столице пришлось закрыть и канатные дороги. А теперь забавная история ее героям стал байкер из Новоуральска. Мужчину оштрафовали за езду без прав на комбайне в Краснодаре. Только вот в столице Кубани он никогда не был. О штрафе в 5000 рублей узнал случайно, заглянув на сайт Госуслуг. Самое интересное, что номер зерноуборочной машины точно такой же, как и у его мотоцикла. Казус удивил даже экспертов. Они посоветовали байкеру срочно писать заявление в ГИБДД, которое его оштрафовало. Кубанские дети читают стихи о полиции. Необычный инстаграм-проект начали сотрудники пресс-службы Краевого главка. С их легкой руки ребята становятся настоящими звездами. Они участвуют в съемках поздравительных видеороликов ко дню сотрудников правоохранительных органов. Первый от самой маленькой участницы проекта. Четырехлетняя Стеша прочла стихотворение о кинологической службе. Напомню, профессиональный праздник полицейский ежегодно отмечают 10 ноября. В этом году еще столетие советской милиции. Видеоролики будут выкладывать в интернет в течение недели. Посмотреть все поздравления можно по хэштегу «Дети о полиции». Перекресток улиц Красная и Гаврилова в плотном потоке транспорта многие водители не соблюдают дистанцию. Каждый стремится правдами и неправдами прорваться вперед. И в итоге двое попадают в аварию. Селезнево, Сормовская, Старокубанская. Фургон делит с легковушкой одну полосу, идет на обгон и вырывается вперед. Такое соперничество приводит к ДТП. Тургенево и Стахановский автомобиль влетают в бордюр. Его подрезает еще один претендент на дорогу. От удара из-под козова сыпятся искры. Так сходятся траектории движения двух железных коней на Северной и Воровского. Это все, о чем мы успели рассказать к этому часу. Через несколько минут в нашем эфире смотрите информационный выпуск программы «Город сегодня». Я передаю слово коллегам.